Евгений Викторович, добрый день. Да, привет, Олег. Расскажите, пожалуйста, о сути вопроса, о ситуации, которая сейчас складывается с вами. Насколько мы могли видеть из вашего ролика, что там есть попытки лишить вас статуса адвоката. Сегодня расскажу вам о том, как Министерство юстиции России пытается лишить меня основного и абсолютно законного источника доходов – работы адвокатом. На текущий момент поступило представление из адвокатской, из Министерства юстиции сначала, России, заместителя министра, соответственно, в управлении Министерства по Москве. Оттуда уже в адвокатскую палату просит меня лишить статуса адвоката, что для меня, конечно, во-первых, неожиданно, во-вторых, очень неприятно, потому что, с одной стороны, это способ, в общем-то, зарабатывать деньги, да, с другой стороны, это то, к чему я шёл всю свою жизнь, потому что я учился на юриста, 5 лет адвокатом работаю сейчас, и сейчас мне этого хотят лишить. Ну и к тому же мы понимаем, что вслед за лишением меня статуса адвоката, скорее всего, последует и лишение депутата. Они мне там вменяют конфликт интересов, но абсолютно не доказаны. Однако, если они его каким-то мифическим образом установят, то, соответственно, будет основание для лишения места в среде депутата. Евгений Викторович, а с чего всё началось? Что послужило катализатором для этих действий? Катализатором послужили сначала вопросы, которые я задавал по московскому делу. Председателю Мосгорсуда прямо с трибуны, соответственно, когда она приходила, нам представлять судей на назначение послужили. Вопрос. Какие меры были предприняты к суде Криворучика внутри судейского сообщества в связи с данным приговором? И вообще принцип какой-то ответственности судей, в том числе для вновь назначаемых, он предусмотрен именно внутри судейского сообщества? Ольга Александровна, этот вопрос не имеет отношения к рассматриваемому вопросу повестки дня, поэтому ответ на ваше усмотрение. Доварищ депутат, я могу ответить в зале другом на эти вопросы, а сейчас действительно это отношение к вакансиям никакого не имеет. Поэтому, если вас интересует, я могу ответить, но в другом порядке. Поскольку там ситуация сложная в чем? Что мы, оппозиционеры, всегда просили круглые столы, соответственно, какие-то семинары, заседания комиссии и предлагали приглашать чиновников. Чиновники, особенно представители Мосгорсуда, они, естественно, не приходят на такие вещи, обсудить с ними что-то практически невозможно. Поэтому единственный раз, когда мы их видим, это когда они назначают судей, то есть представляют назначение судей, а судей назначают Мосгордума, мировых судей в Москве. И понятно, что все накопившиеся вопросы мы вынуждены задавать так немножко не по теме, конечно, но это единственная возможность была задать эти вопросы. Поэтому мы их задавали, в том числе, вот я по московскому делу, по Павлу Устинову, по Константину Котову, по делу сети задавал. Нормальных ответов не было, но сам факт, что мы озвучивали эти вопросы, что общество это волнует, видно, что их приводило в бешенство. И депутат Семенников от «Единой России», он мне прямо в ходе заседания угрожал лишением статуса адвоката. В последнее время уже уголовным делом угрожает. Коллега Ступин говорил, что он не депутат, а адвокат. Представляется странным, что в зале суда московского парламента адвокат задает вопросы судье по конкретным делам. Требую от прокуратуры города провести проверку по факту практикующего адвоката, ведущего дела в системе московского городского суда и рассмотреть вопрос о прекращении полномочий адвоката для того, чтобы участвовать в такого рода голосовании. Второй момент — это участие в акции 23 января. То есть они переламывают ситуацию, исходя из своего собственного видения, в разрез законодательству. Да, да, да. То есть понятно, что хотят меня для начала лишить источника свет к существованию. И понятно, что с защитой прав граждан и политикой заниматься не смогу. А именно это имена. Имена, чтобы я в первую очередь заткнулся. Во-вторых, это лишить и депутатского мандата в дальнейшем. Выдавить вас из МОЗ Гордумы. Конечно, конечно. А через суд как-то можно восстановить свои права в случае, если они будут продавливать этот вопрос? Можно. Там существуют процедуры обжалования не только в суд, но и в Федеральную палату адвокатов. И понятно, что я всем этим буду пользоваться. Но сейчас пока вопрос не решен. То есть по устной информации, которую я получил из адвокатской палаты, пока официально мне не уведомили от дати рассмотрения, вроде как на 4 августа планируется рассмотрение в адвокатской палате Москвы. Так что вопрос еще окончательно не решен. Обращаясь к слушателю, могу сказать, что вы можете написать обращение на адвокатскую палату Москвы и выразить свое мнение относительно того, стоит ли меня лишать статуса или не стоит. На ваш взгляд, это сигнал, который вам дают, либо это реальные действия, которые они хотят воплотить, довести это дело до конца? Я думаю, многое тут будет зависеть от общественной реакции, на самом деле, потому что они к этому прислушиваются. Если реакции такой значительной не будет, то, естественно, лишат мандата и все. То есть они прощупывают почву, получается, сейчас? Да, я думаю так. Естественно, если будет какое-то возмущение общественное, негатив будет выливаться на власть, то вполне вероятно, что граничатся, скажут, ну вот мы тебе сигнал дали и теперь веди себя спокойно. Варианты разные, они, я думаю, будут зависеть как раз от уровня общественной реакции. От того, сколько человек в данный ролик, соответственно, поставит лайки, отрепостит, распространит, это тоже очень важно, потому что многие просто не знают, что есть депутаты, которые реально борются за права жителей. Евгений Викторович, по партийной линии обращались в курсе ваши товарищи о сложившейся ситуации? Ну, товарищи в курсе, товарищи информацию распространяют. Ну, здесь есть такой некоторый, скажем так, момент, который может некоторых моих товарищей вводить в замешательство, в том смысле, что я участвовал в акции 23 января, как многие пишут в либеральных СМИ, поддержку Навального. Я, когда комментирую всё это, своё участие в этой акции, я говорю за освобождение всех политзаплючённых, включая Алексея Навального. Вот так это должно звучать. Привязка акций к одному человеку заведомо приводит её к неуспеху. Я воспринимаю это как общую борьбу за освобождение заключённых, за демократизацию нашего общества. И поэтому я там был. И в данном случае неважно, каких политических взглядов придерживается Навальный, каких политических взглядов придерживаемся мы, мы все должны стремиться к свободным выборам. и к демократическим процедурам. И, соответственно, призываю своих однопартийцев именно так и относиться к моему участию в этой акции. Евгений Викторович, рассчитываете ли вы на поддержку партии? Ну, я очень надеюсь, что такая поддержка будет. Среди рядовых сторонников КПРФ есть понимание ситуации вашей? Вы знаете, я ещё ни разу не встречал сторонников КПРФ, ну, нет, не соврал. Ну, наверное, двух, наверное, встречал, которые меня осуждали, скажем так, за какие-то вещи, что я там слишком борзо веду себя. Ну, как правило, это люди, которые, скажем так, работают в связке где-то с органами власти. На местном уровне или для которых вообще формат бескомпромиссной борьбы неприемлем. Они вот считают, что нужно там взаимодействовать. Строиться в конъюнктуру. Ну, да, да, да. Вот таким людям, соответственно, мои выступления не очень нравятся. Хотя я должен сказать, что на самом деле по взаимодействию я делаю очень много, потому что у нас по районным вопросам, если вы даже посмотрите мои соцсети, там достаточно много вопросов, которые нам удаётся решать на районном уровне. Да, это мелкие вопросы, не системные. Системные невозможно решить, как и в меньшинстве в региональном парламенте. Но мелочные вопросы путём обращений, запросов, погласки, встреч с чиновниками удаётся решать без того, чтобы поступать с какими-то принципами. Просто они понимают, что если они это не решат, я завтра подниму это в своих соцсетях вопрос и опозорю. Многие к этому относятся достаточно серьёзно. Ну и плюс, в принципе, не все там совсем уж пропащие люди в органах исполнительной власти. На уровне среднего звена и основного звена есть те, кто действительно хочет сделать жизнь людей лучше. И готов сидеть, не касаясь вопросов Путина, Навального и Зюганова, грубо говоря. Просто сидеть, технически работать, как сделать что-то лучше, дорогу лучше. Так оно и должно, то есть заниматься вопросами местного значения. Положа руку на сердце, ожидаемо эта ситуация для вас была? Я, в принципе, всегда ожидаю, что ко мне могут с утра с опыском прийти или задержать где-то прямо в ходе заседания Мосгордумы. То есть последние два года, вот как стал депутатом, у меня всё, жизнь — это постоянное ожидание какого-то негатива, к сожалению, стало. Конкретно этого я не ждал, честно. Это для меня сюрпризом было. Но то, что, в принципе, что-то будет, ну, догадывался, наверное, как бы логично, к сожалению, в этой политической ситуации. Олег Шереметьев, сейчас вы, не считаете ли вы, что это как бы обкатывается технология, и в дальнейшем это будет продолжено, потому что немало ещё осталось здравомыслящих депутатов в стенах Мосгордумы? На ваш взгляд, как можно оценить вот эту ситуацию в этом ключе? Ну, ситуация развивается логично с точки зрения. То есть вот они выдавливают депутатов, которые задавали наиболее неприятные вопросы. И я думаю, да, ну, может, и дальше это всё продолжится. Потому что, ну, выдавил, и всё, и проблем нет. А если общество молчит, предположим, то, значит, ну, соответственно, можно дальше этим продолжать заниматься. Так что весь вопрос, в какой момент общество вознупрится, когда они остановятся. Спасибо вам за интервью. Мы постараемся, в свою очередь, осветить данный вопрос на своих партнёрских площадках. И желаем вам удачи. Спасибо.